В первую очередь хочу поблагодарить руководство телевидения Брайм Тбилиси за предоставленную возможность мне поговорить о книге, которая, надеюсь, в скором времени увидит свет. И посвящена азербайджанцам, государственным, военным и общественным деятелям, которые родились в Грузии. В первую очередь хочу сказать, что книга является продолжением серии кавказских деятелей. Первая книга была выпущена в 2007 году и была посвящена грузинским военным деятелям, биографический словарь. Вторая книга была выпущена в 2011 году. Это были представители северокавказских народов, биографический справочник. И в октябре 2013 года была осуществлена третья попытка в рамках гранта Черкесского адыгского культурного центра. Была осуществлена работа под названием «Черкесские военные деятели». Мы решили не останавливаться на достигнутом и продолжили работу в этой области. Ваш покорный слуга, историк Гурам Мархулия и ассоциированный доктор, профессор Георгий Бежетащули. Мы на протяжении ряда лет очень активно сотрудничаем и работаем в этом направлении. Я, так же, как и мои коллеги, считаю, что эта тема – непочатный край. Потому что здесь, на территории Грузии, жили люди разных национальностей. И потому не только мы должны знать и наши соплеменники, соседи, так сказать, а и во всем мире мы должны пропагандировать эту идею, чтобы знали и всегда гордились, что сколько людей вышли, государственных, военных и общественных деятелей, которые родились на территории Грузии. В этом плане я хочу сказать, что были цели фамилии, которые отличились на службе отечества как в царской армии, как в советский период и так и в современный период. В наше время следует отметить, что известная фамилия Язигяровых, которые были уроженцем Бурчалинской губернии, которая тогда входила в состав Тифлийской губернии – это известные военные деятели. Давид Бек, Вели Бек, который потом служил в царской армии, потом в немецкой армии, Исрафил Бек – известные деятели. Кроме того, мы посчитали нужным, что внести в эту книгу и таких деятелей, которые не родились в Грузии, но волею судьбы случилось так, что они были похоронены здесь. К этой среде можно отнести известного деятеля Ахундова, Мейзафа Талибека, который похоронен здесь, на территории Тодорского кладбища, в Бадоническом саду. Есть ряд государственных деятелей, которые внесли весомую влепту в становление азербайджанской государственности и были волей судьбы похоронены здесь. Но это отдельная глава книги. Мы считаем, что вот такими трудами мы вносим свою лепту в укрепление многовековых братских отношений между азербайджанскими и грузинскими народами. Потому что по-другому нельзя жить. Потому что мы соседи испокон веков, и нам жить бок о бок всегда. А потом мы должны знать как историю нашего братского азербайджанского народа, так и тех деятелей, которые по национальности были азербайджанцами, но родились на нашей территории, на территории Грузии. Есть люди, которые родились в Тбилиси. Очень много представителей искусства, театральных деятелей, ученых, которые внесли свой значимый вклад в развитие науки, культуры, не знаю, разных сфер жизни. Потому что это такая обширная тема, что об этом не только мы должны знать, об этом во всем мире должны знать все не только азербайджанцы и грузины, которые живут за границей, а еще и в других странах тоже. Главное сейчас осуществить выпуск данной книги. Я думаю, что мир не без добрых людей. Мы сделаем популяризацию. Большое спасибо вам, вашему телевидению, что дали нам такую возможность. Я думаю, что на страницах прессы, радио и других СМИ мы еще раз скажем об нашей идее. И я думаю, что мы осуществим. Потому что нет таких кор, которые невозможно не перейти общими усилиями. Я думаю, мы достигнем цели. И в скором времени и грузинский читатель, и азербайджанский читатель, и читатели, которые за границей находятся, увидят очень хороший труд, который будет способствовать нашим братским многовековым отношениям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова